Всем привет! Меня зовут Наталина и прежде чем перейдем к этому видео, я вам хочу сказать, что сейчас идет огромная благотворительная лотерея в поддержку животных. У нас будет первоначально 100 призов, ровно 100 победителей, все призы дорогостоящие. Ребята, показываю вам основные призы, их здесь примерно на 200 тысяч рублей. Это наш с вами основной призовой фонд. Итак, все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в благотворительной лотереи. Номер 1. Нужно перечислить минимум 300 рублей на карточку, номер карты или на PayPal, будет указано внизу. И сразу скажу вам, что конкурс работает для всего мира, доставка включена, доставка за мой счет в любую абсолютно точку мира. Итак, номер 1. Перечислить минимум 300 рублей, это ваш лотерейный билетик, на карточку или PayPal, которые указаны внизу. Под определенным постом в Instagram я оставлю ссылку на него внизу, оставить комментарий готово. Номер 3. Очень важно отправить чек вашего перевода мне в Instagram в директ. Причем отправить его файлом, это справа, когда вы нажимаете, выбираете фотографию. Слева, потому что это мгновенное сообщение, я его открою и все исчезнет, все пропадет. Ну и в общем-то это все. Вы можете, естественно, перечислять больше, вы можете перечислять неровные суммы. Потому что хочу акцентировать внимание на этом, что самая главная цель собрать как можно больше средств для животных. Если вы отправляете 3000 рублей, то вы пишете 10 раз готово. Поскольку лотерея будет длиться некоторое время, вы можете сегодня отправить там 3000 рублей, потом там 300 рублей, 600 рублей. Главное на каждый перевод полноценный отправлять мне в директ чек. В принципе это все. То есть воспринимаете это реально как лотерею. Вы за 300 рублей покупаете один билетик. Количество билетиков, естественно, не ограничено. И количество призов, которые вы можете выиграть, тоже не ограничено. В определенную дату я в прямом эфире сяду и мы с вами будем вместе выбирать победителя с помощью генератора. В прошлый раз мы собрали с вами миллион 200 рублей и участвовало около 4000 человек. Я очень надеюсь, что в этот раз мы соберем, ну как минимум не меньше. Просто желаю вам удачи и все правила еще раз написаны внизу, закреплены в комментарии. И ссылка на инстаграм, если там тоже все-все-все написано. Ну и давайте переходите к этому. Всем привет! Меня зовут Наталина. И я подумала, что давно у нас, во-первых, не было просто обычных уроков по макияжу. И также на моем канале, если посмотреть, то естественных макияжей там нет вообще. Поэтому сегодня я решила сделать краткий и очень простой урок по макияжу. Точнее, рассказать вам, показать, как я собираюсь, когда мне надо очень быстро собраться, накраситься и побежать. Когда у меня нету часа или 40 минут. В общем-то, давайте переходить к этому видео. Для начала я нанесу базу. Я возьму сегодня вот такую базу Сенсай. Даже если я утром наносила увлажнение, ну как бы я всегда утром наношу увлажнение, я наношу перед макияжем, если прошло с момента увлажнения больше часа. Пока мое лицо по цвету медленно, но верно превращается в помидор, я вам скажу страшную вещь, что я, конечно, знаю и везде просто все рассказывают о том, что обязательно нужно там тонну СПФ наносить. Я, к сожалению, забываю, либо этого не делаю. Потому что, во-первых, СПФ, чтобы он сработал, нужно нанести чайную ложку средства на лицо. То есть, представляете, это сколько всего. Я видела видео от дерматологов, где реально просто доктор берет чайную ложку, наносит себе на лицо, на уши, еще чайную ложку вот сюда. Ну, то есть, для меня это как бы перебор на самом деле. Может быть, конечно, я из-за этого буду быстрее стареть, но для меня это прям вообще перебор очень-очень сильный. В самом начале макияжа я нанесу еще маску на губы, но, конечно, СПФ, он, по идее, проникает же, и когда вы, например, едете в машине, то есть, через стекло, если вы работаете, сидите возле окна. Я все это, конечно, знаю, но что-то не знаю. Никак не могу себя заставить это делать. Но, может быть, возможно, здесь и есть СПФ. Дальше я наношу тон. Я уже про тон, кстати, говорила. Здесь есть СПФ 20, но тонального крема, если вы нанесете чайную ложку, может быть, он и сработает. Но высокий СПФ в тональном для того, чтобы не убивать защиту вашего именно СПФ, потому что если поверх крема СПФ нанести средство без СПФ, то защита как бы пропадет. Я очень люблю и часто наношу тон руками, просто в видео это как бы, ну, смотрится, знаете, не очень. То есть я умываюсь, типа, в тональном креме. Но на самом деле до того, как я начала вести YouTube, это вообще была абсолютно нормальная практика. Так и средства меньше расходуются, и наносится тон прекрасно, и вообще растушевывается просто идеально. Ну, единственное, потом руки помыть надо. Уводим тон в линию роста волос остатками какими-то, да, на пальцах. Если вдруг где-то что-то недотушеванное, вот потом я уже могу пройтись бьюти-блендером. Раньше я вообще всегда так делала, просто, знаете, практически умываешься тональным. Но со спонжем, я скажу так, я использую тон на вот этот флоуэллесс, никак не могу его запомнить название, Sensai Flawless Satin Foundation. Я его нанесла вот полторы просто нажатия на помпу, а со спонжем мне нужно минимум четыре. Если вдруг где-то что-то недотушевалось, то могу еще пройтись спонжем. Сейчас я чуть-чуть уплотню Т-зону, потому что как раз в Т-зоне бывает иногда чуть-чуть я могу зажирниться, часов там через пять, ну, зависит, конечно, опять же, от погоды. Консилер. Я сейчас буду носить и буду смотреть в зеркало, не как для камеры вообще, на самом деле. Я очень часто под глазами консилер и даже не использую, потому что у меня нету ярко выраженной какой-то синевы, хоть что-то миновало это лицо, но я всегда наношу консилер на Т-зону, именно чтобы вот здесь как бы уплотнить. Я использую консилер тоже от Sensai. Вот его я сейчас буду растушевывать, наверное, не знаю, сначала пальцами тоже, а потом уже спонжем, поэтому я его чуть побольше наношу и растушевываю. Здесь у меня, поскольку есть покраснение, поэтому я наношу сюда консилер. Т-зоны, в принципе, тоже самое. И вот этот консилер от Sensai, он все-таки такой самофиксирующийся, средней плотности для жизни, мне кажется, он прям очень классный. Я не делаю никаких высотлений, то есть я взяла консилер именно в цвет моей кожи. Вокруг ноздри я тоже припечатываю. Мне кажется, превращается в это, в челлендж, макияж без кистей. Просто прохожусь по каким-то местам, где у меня есть покраснение. Наверное, основное по лицу примерно это все, но чуть-чуть. Давайте все-таки я вот сюда нанесу. Больше консилера в жизни я наношу только когда у меня настроение, знаете, такое игривое. Ну, когда я уже начинаю чуть более ярким керцел, знаете, меня блок в этом плане развратил, потому что у меня есть немножко теперь состояние такое все или ничего. То есть, если нет времени сделать прям классный активный мейк, то я вообще выбираю просто самый минимум. Раньше, конечно, я делала что-то среднее. Брови у меня сейчас свежепрокрашенные. Я их поэтому сначала прочитала просто щеточкой. Сейчас я их прорабатываю гелем. Ну, кстати, как свежепрокрашено? Уже недели, наверное, если не больше. Проработала гелем. Теперь, пока гель окончательно не схватился, даю ему секундочки три и укладываю бровь. Я сначала сейчас укладываю бровь, потом буду прокрашивать. Потому что я буду прорисовывать бровь лайнером от Lime Crime. И он классный, но он такой чуть-чуть капризный. Как я выяснила, использую его уже очень-очень долгое время. У него есть такая фишка, что иногда, смешиваясь с некоторой косметикой, он начинает давать другой цвет. Например, если вы прокрасили им сначала брови, а потом подрезаете бровь консилером, то он может дать либо красный, либо зеленоватый, либо какой-то красноватый эффект. Не знаю, почему так. Поэтому этот маркер для бровей я наношу всегда в самую последнюю очередь. То есть я укладываю брови, как мне нужно, и только потом я буду добавлять волоски. То есть форма меня сейчас, в принципе, полностью устраивает. Беру маркер. У меня это оттенок брауни. Вот здесь мне необходимо усилить немножко кончик и подрисовать нижнюю границу. Я таким очень легким движением это делаю, не нажимая практически. Вот у меня начинает появляться нижняя граница. Это гель у меня сейчас от Kylie Cosmetics. Он мне нравится, он хорошо держит брови, но он пока новенький, совсем свеженький, поэтому он дает мне небольшой эффект влажной брови. Если я не захочу его в конце макияжа, то я, может быть, прочешу чуть-чуть брови кисточкой. Я также могу поверхней границы тут добавить, чуть-чуть улазков, чтобы бровь в целом более мохнато смотрелась. Брови лично для меня в дневном макияже очень важны. Я могу даже выйти без накрашенных там глаз, но в брови я все-таки гелем причешу и вот пару волосков себе обязательно дорисую. Вот здесь вот у меня, поскольку волоски похуже растут, я их рисую вот таким вот движением снизу вверх. Ну и где какие-то свободные места, я там тоже дорисовываю волоски. Тон у меня с естественным финишем, но он такой все-таки фиксирующийся, поэтому я пока припудривать не буду. Припудрю в самом конце. Сейчас буду наносить скульптор и бронзер. Я пользуюсь на ежедневной основе в основном либо вот такой палеткой от бренда Jade Jade. Она, кстати, снимается с производства, продается до сих пор в золотом яблоке, поэтому если вам надо, то успейте скорее купить. Я ее обожаю. Здесь крутой оттенок именно скульптора и крутая очень текстура, и бронзер, хайлайтер. Не такой классный, но тоже норм. И вот такой Наташи Динона я пользуюсь. Это оттенок 01 Light, но он очень сильно пигментированный, поэтому с ним точно надо быть осторожным. Поскольку я сейчас типа загорелая и с автозагаром, то я могу себе позволить скульптурироваться, скажем так, более теплыми оттенками, потому что я наношу не только в качестве скульптора, но сразу и бронзера. Я начинаю где-то от самой глубокой точки провала скулы и иду к линии роста волос. И в таком случае я наношу сразу прям вот на яблочко. Я всегда немножко скульптурирую вот здесь, то есть линию челюсти прорисовываю, но здесь важно, чтобы было очень-очень мало продукта. Под таким движением каплю нанесла продукта и сейчас подтушевываю снизу вверх. Блин, так странно, почему-то на камере, вот я когда отворачиваюсь, прям розовит, хотя в жизни вообще абсолютно нормальный, адекватный оттенок. Я люблю еще нанести немного скульптора вот сюда. Это дает лифтинг глазам, но это прям вот, знаете, полоттенка. И также каплю прохожусь по боковым поверхностям лба, не очень сильно затемняя, да, линию роста волос, просто чуть-чуть дают цвету. Могу каплю бронзера нанести на кончик носа, ну и чуть-чуть подбородок. Ну видите, это прям совсем чуть-чуть продукта. Что я использую дальше? Дальше я могу нанести румяна. Здесь, в принципе, сейчас я могу использовать как кремовые румяна, так и сухие румяна. Я возьму румяна Lime Crime, у меня это оттенок Hyperlink. Они, в принципе, нормально наносятся, абсолютно не особо разъедают тон, потому что здесь такая формула, они из крема превращаются в сухие румяна. И если я наношу кремовые румяна, то я всегда их наношу таким легким аппликативным движением. Если я хочу прям милый-милый образ, что я, знаете, такая вся миленькая, маленькая, то я могу улыбнуться и нанести таким образом, либо на более такой повседневной основе, когда у меня более такой секси лук. Ну как, не секси, а более такой диагональный. Я наношу румяна, соответственно, тоже в диагональ. И излишки могу прихлопнуть спонжем. Вообще это хороший прием, когда у вас есть какие-то остатки тона на спонже, вы всегда можете с помощью него все как-то расслабить, да, и уменьшить количество румяна. Одновременно с тем, как я это все наносила, увидели, наверное, странное движение, что я сделала себе вот так. Иногда остатки бронзера я себе и снимаю на век. Но сейчас я небольшой кисточкой чуть-чуть подрастушую складку. Это я делаю в обязательном порядке, потому что таким образом глаз начинает смотреться более скульптурным и он просто начинает казаться, что он больше. И обязательно я чуть-чуть прорабатываю нижние века скульптором или бронзером, потому что иначе у меня потеряется размер глаза, и глаз станет казаться просто меньшего размера. На веки очень часто я не ношу ничего, либо могу прям, знаете, вот каплю хайлайтера добавить, могу на все подвижное веко нанести, могу только на центр. Но это прям вот такое супербыстро. На самом деле я и вот этот скульптор в складку иногда вот так вот пальцем наношу и пальцем растушевываю. И также иногда могу нанести по ресничному краю карандаш темно-коричневый или черный и его растушевать. Могу и пальцем растушевать, могу и кисточкой. Мне очень нравится, как это выглядит. В принципе, на самом деле, я думаю, сегодня мы сделаем просто что-то супер совсем light, поэтому я сейчас подкручиваю ресницы. Перед прокрашиванием подкручивания ресниц это просто важнейший шаг, потому что ресницы, они опять же очень сильно открывают глаз, и глаз начинает смотреться больше. Тушь я использую Catrice All Round Mascara. И я прокрашиваю его обязательно и верхней, и нижней ресницы. Дальше я возьму пудру, у меня это Sensite. Я нанесу поплотнее ее спонжем Beauty Blender именно на Т-зону, на лоб, на носик и на подбородок. Мне еще нравится, знаете, что когда чуть влажным спонжем Beauty Blender наносишь, есть ощущение, как будто мы сразу наносим и сразу фиксируем, как будто немножечко фикс-плюса. На все остальное лицо я нанесу пудру уже просто вот такой кистью, и здесь я чуть-чуть совсем пудр, какие-то остатки из крышки набираю. У меня, не знаю, у меня с супер давних времен есть вот эта привычка припудривать все лицо, и я постоянно это делаю. Не то, чтобы мне это надо, просто я это делаю. Дальше я беру карандаш. Для губ у меня сегодня это карандаш от Кайли, оттенок Candy K. Я, знаете, контур не рисую какой-то супер четкий. Я просто потихонечку наношу карандаш и безымянным пальцем сразу его подстушевываю. Чуть более четко я вот и на углы губ прокрашиваю. Кстати, как показало одно мое недавнее видео, что не все знают, но на самом деле это такие вещи, которые, мне кажется, больше профессионалам рассказывают на курсах, что губы надо красить в одном направлении. То есть нежелательно красить, например, вот таким движением, потому что у вас губы получатся разные. То есть если я из уголочка здесь иду снизу вверх от уголка к галочке, то здесь нужно идти также из уголочка к галочке. Если я здесь прокрашиваю из внешнего уголочка к галочке, то и здесь, чтобы у меня было примерно одинаково. Так, нижняя губа. В принципе, все то же самое. Чуть-чуть наношу карандаша и пальцем его стушевую. На уголочке я свожу. В принципе, этот карандаш очень мягкий. Можно им полностью по губам пройтись, тоже растушевать. Сверху я могу нанести, например, не знаю, какую-то гигиеническую просто помаду. Могу нанести блеск для губ. Могу классическую помаду нанести. Именно на каждый день я вот люблю такой более чуть смазанный образ, да, смазанные губы немножко, чтобы не было прям суперчеткого контура. Я нанесу сейчас блеск Jeffree Star в цвете Underbass. Я наношу его не супер много, не супер мало и подошел еще пальцем дополнительно, чтобы губы такие просто, знаете, смотрелись, как будто я их просто блеском накрасила. В принципе, вот такой образ готов. И он очень дневной, очень простой. Я думаю, что мы сейчас с вами можем сделать еще быструю трансформацию, используя коричневый карандаш и чуть-чуть теней. Трансформация во что-то типа бронзовых смойки. Беру коричневый карандаш. Я люблю Майстер Драма от Maybelline, либо карандаш от бренда Lamelle, либо от Ellian темно-коричневый. Ношу сначала по нижнему веку, в слизистую и немножко по ресничному краю. И растушевываю. Поскольку у меня уже был нанесен немножко бронзер, то он, в принципе, нам дает вот эту растушеванную границу. Вообще, как понять, насколько сильно вниз можно рисовать нижнее веко? Нужно сильно улыбнуться и посмотреть, где у нас с вами заканчивается валик. Валик – это, грубо говоря, где у нас заканчивается глазное яблоко. То есть вот до туда мы можем спокойно тушевать, но не темный цвет, а до туда у нас мягкая именно тушевка может доходить. И также можно ориентироваться на кончики нижних ресниц, чтобы они чуть ниже были вашей растушевки. Также делаем на втором глазу. То же самое я делаю на верхнем веке. Прокрашиваю слизистую, наношу немножко по ресничному краю, потому что такие мягкие карандаши они обычно прекрасно просто тушуются. И размазываю, грубо говоря, это все наверх. Я для этого использую кисть МАК-233. Честно скажу, не знаю, есть ли она еще в продаже, но она, конечно, очень классная. Она, с одной стороны, синтетическая, с другой стороны, натуральная. В принципе, мне уже и так красиво, мне уже и так нравится. Просто у нас нету с вами сильной какой-то оттяжки, поэтому если у вас не очень большие глаза, и вы недостаточно оттушуете, можете их еще уменьшить визуально. Но вообще за счет этой растяжки, такой цвет, глаз получается достаточно такой, не маленький, скажем прямо. Я люблю форму выстраивать и вытягивать относительно нижнего века, то есть как продолжение нижнего века. Поэтому я просто буквально чуть-чуть делаю такой намек. Это очень скромные будут смойки без какой-то супер оттяжки к вискам. Дальше беру вот такие тени от Чупа Чупс. Какой-то оттенок. В общем, это тот, который не прям блестка, у которого достаточно такая мощная плотность цвета. И его я наношу вот просто на подвижное веко. Складка у меня же уже, в принципе, оформлена бронзером. Мне кажется, я не тот цвет взяла, я хотела взять, который потемнее. И этот цвет я просто втушевываю как в складку, так и в карандаш. Но поскольку я делаю поверх туши, у меня немножко тушь может осыпаться, но, в принципе, ничего страшного. Я блестками чуть-чуть зашла на свой бронзер, поэтому я просто бронзер продублирую в складке. Не хочу брать сухие тени. Бронзера мне для этих целей здесь вполне достаточно. И я нанесу прям совсем капельку тоже этого бронзового цвета по нижнему веку. Я наношу чуть-чуть от внутреннего, как бы, уголочка где-то до центра века и втушевываю в карандаш. Ну и также бронзером могу каплю по нижнему веку пройтись. И сейчас обновлю тушь. К этому макияжу мне уже не очень нравятся эти розоватые губы. Видите, у нас с вами сегодня это два макияжа. Вот и ни одного практически получилось. Я возьму более коричневатый карандаш. У меня это Lamele 03. В принципе, по технике нанесения ничего не отличается. Но он более такой гелевый. Но я его тоже сразу подрастушу. Тоже наношу как бы на все губы. И я возьму помаду. У меня это MAC Viva Glam номер 2. И я буквально вот так вот ее обликативным движением нанесу. То есть не наношу прям плотный-плотный слой помады. И снова могу растушевать пальцем. В принципе, мне кажется, это прикольный вариант, когда вам нужно, например, сделать какую-то трансформацию вашего макияжа. Да, или что-то такое. Очень просто, очень быстро делается. Немножко фикс-плюсы у них сейчас такие прикольные, ароматизированные появились у меня с огурцом. Пришло солнце. Ну что, в общем-то, два моих образа готовы. Напишите, пожалуйста, внизу, понравилась ли вам вообще идея того, чтобы делать чуть более носибельные образы. Может быть, вы что-то попробуете. Но первый образ – это вообще такой макияж без макияжа. Просто я вам показала, как я это делаю. Быстро набегу. Где-то, может быть, там в машине, в такси, в поезде. Ну, как бы тогда я не руками наношу, а моей любимой кистью артиз. И, в принципе, кистью артиз и пальцами я могу сделать вообще весь макияж, когда мне очень-очень срочно надо. В общем-то, на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И мы с вами скоро увидимся. До встречи. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok